Доброе время суток уже в зависимости. Добро пожаловать на канал Садовые Посиделки. Канал посещен всему, что связано с озеленением садов и домов. Меня зовут Александр Куранов. Итак, избавимся от чая, засучим рукава повыше и приступим. Сегодня в гостях в Садовых Посиделок целитель, герой передачи о нитрадиционной медицине, хирург без ножа. Итак, встречайте, каланхоя. Каланхоя – это не единственное название для растения, второе название – беофилум. Родина каланхоя – это иначе считать остров Мадагаскар. А всего в тропических областях Австралии, Африки и в Новой Гвинеи распространено более 200 видов этих многолетних растений. Каланхоя – очень разнообразный вид. Бывают прямостоячие, ползучие, кустарникам, полукустарникам. Но для всех равновидностей характерно наличие плотных, сочных листьев с насыщенной окраской, вот как здесь. Сегодня я вам расскажу о самых двух распространенных видах каланхоя, которые мы привыкли видеть у себя на окнах. Вот первый вид каланхоя – это каланхоя дегаймона. Это многолетнее травянистое растение до 50 сантиметров высотой. Особенностью этого растения является способность к образованию по краю листа выводков почек, на которых прямо на растении формируются детки с надженными крошечными воздушными корнями. Вот когда они опадают, они быстро укореняются, как вы видите, и переходят самостоятельно к существованию. Цветение приходится на зиму. Цветы бывают розовые, красные или оранжевые. Похожие на колокольчики, очень красивые. Вот я вот вовремя специально не убирал деток из горшка, и поэтому у меня вырос целый лес каланхоя. Но мне кажется, он тоже так очень хорошо и эффектно смотрится, поэтому я не убираю и не пересаживаю. Но в любом случае растение очень интересное и является лечебным. Второй вид каланхоя – это каланхоя брасфельда. Этот вид каланхоя должен быть невысоким, до 30 сантиметров высотой. Цветет, видите, очень обильно, окраска очень разнообразная. Начинает цвести в конце января, и цветение длится больше 8 месяцев. Вот это растение у меня начало цвести в январе, и вот, как вы видите, на улице уже лето, оно все цветет. После цветения лучше, конечно, цветоносы обрезать, а горшок поставить на тенистый подоконник, и в течение месяца практически не поливать. А затем переставить на хорошее освещенное место и ухаживать, как обычно. Большинство продающихся каланхоя – это гибаиды, однолетние растения для высадки в озоны, на улице, в клумбы. Поэтому проще после окончания цветения черенковать растение, чтобы на следующий год получить прекрасный цветущий экземпляр. Горшок от растений не должен быть слишком просторным, либо можно разместить сразу несколько отводков в одной емкости. Вот, как вы видите, у меня вот этот хорошо сформированный каланхоя, а вот этот каланхоя вытянулся. Он получился вот таким длинным, но все-таки он очень обильно цветет, и даже вот жалко будет обрезать его, но это необходимо. Потому что если не обрезать каланхоя, очень высокая вероятность того, что растение в следующем году весной не зацветет. Поэтому, скрипя сердцем, берем ножницы и обрезаем растение. Обрезка просто необходима, чтобы растение запасло силы, начало ветвиться, вот как в этом случае. Вот этот экземпляр, это две детки от этого растения, то есть детки выглядят, как вы видите, намного лучше, чем само материнское растение. Итак, давайте я вам покажу, как правильно обрезать каланхоя. Для этого берем ножницы, наше каланхоя и приступаем. Итак, берем наше растение, осмотрим его, видите, красивые, очень цветение ее, пышное. Вот сразу могу сказать, я специально не убирал, что, вот видите, листы желтые, подсохли, скрутились. Вот когда так желтеют листья, это означает, что растению не хватало полива. Но листы жесткие, они на ощупь очень жесткие. Если ваш лист пожелтел и листья мягкие становятся, значит ему очень много поливает и полив нужно сократить. Итак, давайте приступим к обрезке. Вот посмотрим, вот видите, вот тут растение было обрезано в том году, то есть формируются очень молодые, красивые, новые побеги. Это необходимо для последующего цветения. Видите, вот это цветение нового побега, оно очень пышное. А вот эти старые ветки, они уже растению ни к чему, хоть они и цветут. Для этого мы осматриваем растение. И вот можно спокойно, видите, ближе к стволу растение просто взять ножницами и спокойно обрезать. Вот мы обрезаем. Вот эта ветка очень красивая, мы ее оставим, мы ее можем укоренить. Также мы убираем и вот эту ветку соседнюю, тоже обрезаем ее. Вот видите, очень красивая ветка. Что же касается вот других веток на этом растении, то что мы можем спокойно обрезать старые листья, вот эти сухие, большие. Они растению ни к чему, они будут мешать. Вообще, когда вы обрезаете растение, крупные листья всегда убираете. После того, как вы обрежете свою колонхой, вот видите, я не до конца обрезал колонхой, потому что правильно обрезать колонхой все-таки в конце июля, в начале июля. То есть, видите, у меня еще 4 ветки остались, которые нужно обрезать. Если их обрезать, листьев останется очень мало. И это хорошо, потому что нужно поставить свое растение в прохладное, тенистое место. Практически месяц, даже месяц и одну неделю, где-то так, можно его не поливать. Растение это спокойно перенесет. А через месяц можно его поливать, начать ухаживать за ним так, как вы обычно ухаживаете. И тогда на этом растении появятся новые молодые побеги. Что касается обрезанных черенков. Вот, это 2 обрезанных черенка. Вот даже видите, много все-таки листьев. Я тоже эти листья обрежу, потому что хватит вполне и вот такого количества листьев. И тут тоже. Берем емкость, желательно непрозрачную. Вот у меня есть термокружка. Она отлично держит температуру воды. То есть, если вы даже поставите на солнце, то есть, вода не будет нагреваться, наливаете воду, ставите свой колонхоя, и где-то примерно в течение месяца оно вам должно укорениться. После того, как колонхоя укорениться, берете небольшой горшок. Вот этот горшок большой, можно сказать, а можете чуть поменьше. И прямо спокойно сажаете в него свои 2 колонхоя. То есть, растение будет более пышным и красивым во время цветения. Землю выбирайте любую для комнатных растений. Принципиального значения не имеет земля. Самое главное, чтобы она все-таки была питательная, потому что желательно не удобрять колонхоя. На дно обязательно делайте дренажный слой из керамзита или камушков. Насыпаете землю и поливаете после посадки так, как обычно, раз в неделю. Пожелтение листьев может происходить как при недостаточном количестве воды, так и при ее избытке. Вот видите, лист мягкий. Вот он, видите, он мягкий и желтый. Вот это уже я слишком много поливал. Он сразу видно, видите, он отличается. Вот этот лист, это маленький полив, он жесткий на ощупь. Этот лист мягкий на ощупь. Он даже, видите, пальцы остаются. Это значит, чрезмерный полив. То есть на одном растении, видите, может быть период засухи и период чрезмерного полива. Одна из причин, почему не цветет колонхоя, это чрезвычайно высокое содержание в почве удобрений. Поэтому вот я свои растения практически не удобряю. Ну, может быть, раз в месяц чуть-чуть поливаю, когда все цветы поливаю. Но практически колонхоя не требует внесения удобрений. И напоследок я бы хотел сказать, что вы не боялись и выращивали это замечательное растение колонхоя. Потому что колонхоя способна озеленить ваш дом и украсть его пышным цветением практически 8 месяцев. Согласитесь, для растений это очень много, для домашнего. А еще колонхоя способна лечить и вас чудодейственным соком своих листьев. Выращивайтесь, не бойтесь, экспериментируйте. А на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих выпусков. Всем спасибо. Пока.